Вопросов несколько. Во-первых, даже когда такие преступления, которые предлагаются декриминализировать, наказываются, это приводит к тому, что наказаны будут совершать их снова и снова. Почему? Потому что он попадает в результате наказания в среду, в места лишения свободы, где побои и прочее насилие – это норма жизни, это часть субкультуры. То есть речь идет о том, чтобы с помощью декриминализации остановить вот этот конвейер, делающий из людей уголовников. Это один момент. А если серьезные преступления и тебе предлагается за него нести минимальное наказание, это значит, что тебя как бы поощряют или недостаточно общественно реагируют? Нет, серьезные преступления никто из Уголовного кодекса убирать не будет, потому что речь идет о декриминализации только преступления небольшой тяжести, где максимальное наказание – два года лишения свободы. Но эти два года, примененные реально, могут привести к плачевным последствиям с точки зрения судьбы дальнейшей человека. Есть множество исследований, что достаточно полгода в местах лишения свободы, чтобы человек раскаялся. Но если он будет знать об этих полугодах максимальных, он не будет останавливаться при совершении преступления. Плюс, чем еще руководствуется Верховный суд, это тем, что необходимо разгружать систему судов. То есть разбор даже таких относительно незначительных дел, связанных с небольшими хищениями из магазинов, все это требует достаточно больших ресурсов. Начиная от времени судьи, причем это достаточно высокооплачиваемые люди, заканчивая огромным количеством судебных приставов, обеспечивающих порядок, заканчивая большим количеством других лиц, участвующих в отправлении правосудия. 300 тысяч дел в год примерно. Да, статистика примерно такая. Плюс, нам надо потихоньку отходить от репрессивной сущности государства, переходить к наказаниям, связанным скорее с кошельком, нежели с судьбой и свободой.